Всем доброго времени суток! Я, Александр Сажин, специально для подписчиков LoftBlog, записал серию уроков, в ходе которых мы будем создавать веб-приложения с трехуровневой архитектурой в среде .NET. Естественно, с использованием такой технологии KSP.NET MVC Core. В этом уроке мы будем с вами использовать те сервисы, которые мы с вами написали в предыдущем уроке. Использовать их на контроллерах и использовать их внутри оболочки сервис-менеджера. Так, подошли мы с вами к моменту истины, когда нам нужно создавать, производить работу с нашими сущностями, с Direct3 Materials. И для этого я, пожалуй, создам новый контроллер. Не будем работать мы в Home контроллере. Посмотрим, как это будет выглядеть с нуля, так скажем. Создаем пустой контроллер. И так, вот, наконец-то мы создали контроллер. Прошло и полгода. Все, что нам нужно, нам нужно подключить Data Manager и Services Manager. Можно также в Services Manager прокинуть Data Manager на уровень для самого Services Manager. Но иногда бывает полезно, ну, без использования каких-либо сервисов, в том числе Service Manager, нам нужен только, допустим, Data Manager. Поэтому мы можем, как бы, ничего не менять и прокидывать сразу две ссылочки. Естественно, нам нужно в Page Controller, то есть в конструкторе этого контроллера, прокинуть Data Manager. Data Manager возьмется из dependency injection контейнера. Напоминаю, что Service Manager мы в контейнер, как бы, прописали, но используем его вот таким вот образом. Вот там можно, в принципе, и затереть. У нас будет метод индекс, где, собственно, сама пейджа, да, будет генериться. Вьюха пейджи и будет пейдж-эдитер, который, собственно, будет с формой для редактирования, собственно, директории, либо материала, да, собственно, самой пейджи. Один просто выводит, другой для редактирования. Так, знаете, придумаем, что будем принимать. Скорее всего, мы будем принимать ID-шник пейджи, будь то директория, либо материала. Чтобы понять, какой, как раз таки, материал или директорию мы принимаем, мы будем передавать Type. Вот, мы можем передавать ее как-нибудь им том, или, типа, договориться сами с собой, что, типа, один это такой тип, два это такой тип, да. Но так делать не нужно. Нужно поступить следующим образом. У меня часто в... Вот здесь вот, в Data Layer, помимо сущностей NFT-фреймворка, у меня еще и лежат вспомогательные NAM, которые можно, в принципе, в базе данных хранить, да, вот, но я предпочитаю пользоваться таким вот образом. У меня есть NAM, где я напишу, что такой-то тип, это directory, а такой-то тип, это типа материал. И потом буду использовать эти, этот NAM в указателях, вместо, там, string или еще чего-то, чтобы везде был однообразный код, чтобы, ну, представьте, если бы мы стрингом, да, передавали прям, ну, вот так вот, directory, и где-то в свече, в самом методе, да, мы могли по directory смотреть, что нам пришло, и, соответственно, от этого писать. Но, если, как сказать, если у нас, во-первых, нужно везде писать, во всех местах кода, где будет встречаться этот тип, нужно везде писать стрингом. И, если бы работать не один, в один прекрасный момент кто-нибудь допустит ошибку. И нам, ну, то есть, это будут у нас такие справочники. Ну, почему, то есть, для справочники, для наших каких-то нужд. Вот, и теперь мы, собственно, сможем нормальным свечом разбирать по пейдж-тайпу без всяких стрингов, винтов, там, еще чего вы могли придумать для этого всего. Вот, и более того, у нас будет еще и синтаксис очень приятный. Видите, именно бейдж-тайп в directory. Не ошибется другой программист, если вы ему дадите что-то делать со своим кодом. Ну, где же, где же этот тип, по-моему, вот отсюда скопируем. EditModel. Даже не так просто EditModel. А здесь мы EditModel закастим какому-то определенному типу. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Тут, соответственно, если там directory, то здесь, соответственно, материал. И, соответственно, из репозитория материал должен браться EditMaterialModel. Шикарно, у нас его нет. Бу-бу-бу-бу-бу. Ну что, надо его реализовать тогда. Возвращаемся к Materials. Бам-бам-бам, Materials Service. Дам, тут для простоты душевная сцена писать только один метод. Но, так как мы идем дальше и реализуем весь крут, то нам, соответственно, остальной функционал также надо реализовать. Ну, так пишем. Ну, так вот, один метод, чтобы привести к моделям, к EditModel. А другой, чтобы сохранить EditModel, приведя ее при этом к DB-модели. Безболезненно, естественно. Ни одна модель при обкастинге не пострадала. Так и напишем. Вот, ну, как бы тут алгоритм понятный, да? Мы его уже проходили. Как отличить новую модель от уже существующей? У существующей есть ID-шник, если мы все правильно делаем. Title, то есть поля модели, мы будем ниже переопределять. Вот, так вот. Конец. Конец. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если у вас Visual Studio не предложила сделать это автоматически... Продолжение следует... 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 Пейдж-Type... Пейдж-Type... Дает минимум... Пейдж-Type... Хотя можно конечно по Edit Model... Парсить... И свечом проверять... Почему бы и нет... Казалось бы... Ну да ладно... Так... У нас здесь... Дефолт все-таки надо прописать... Потому что... Есть вероятность развития событий... Да... Скажем... Есть кейс... При котором... Edit Model... У нас... Будет не проинициализировано... Индекс... Сразу... Давайте пропишем... Раз мы... Эдитер создали... Ну... С индексом-то попроще... Да... Будет... Опять же... Свич... Надо написать... Который будет заполнять... View Model... Уже... На этот раз... Не Edit... View Model... Можно даже скопировать... Отсюда... И поменять... Методы... GetDirectory... Да чего... Нету View Model... Что ли... Серьезно... Ну-ка... Ну-ка... GetDirectoryList... Directory... А... Да... Да... DirectoryDB2View... Так... Это называется... Все дело... ByID... New Model... Здесь... Нет... Попопопопом... Теперь... Надо вернуть ее... И... Давайте... Кинем еще... PageType... Через... ViewBack... Просто так... Проще мне будет... Свич писать... Из того... Чтобы узнавать... Какой тип... View Model... Пришел... Я сразу... По PageType... Делаю... Switch... Ну... Позже... Мы это с вами... Как раз таки... Увидим... Все... Все... Для... Для того... Чтобы... Вывести... Редактор... И вывести... Отображатель... Так... Назовем... Состояние... Отображение... У нас готово... У нас нет... Метода... Который будет обрабатывать... Сохранение... Самих моделей... Поэтому... Его... Мы напишем... Дальше... Вот... Но... Пока... Работаем с тем... Что есть... Нам нужно... Создать... Создать... Вьюхи... Для... Вот... Этих... Вот... Методов... Изучайте... Программирование... Оно открывает... Многие двери... Чтобы изучение... Не было пыткой... Подписывайтесь на канал... Вы будете получать... Полезные материалы... Ставьте лайки... И... Кроме шуток... Будьте активными... За кадром... Увидимся... Скоро...